Итак, добрый день. Сегодня мы с вами настраиваем и создаем разрез в программном комплексе Autodesk Revit. На прошлом занятии мы с вами занимались фасадами, настраивали основные толщины линии. Я провел это по одному фасаду и говорил о том, что аналогичным образом делаются оставшиеся наши фасады. Что нам необходимо сделать с разрезом? В первую очередь его необходимо замоделировать. Мы с вами переходим в диспетчере проектов на план нашего первого этажа. Я здесь уже располагаюсь. Почему именно на план первого этажа? Потому что мы с вами будем подрезать на основной наш разрез, который по ГОСТу, по всем возможным произведениям его. Это по основной нашей лестнице. Она у нас единая и должна рассекаться именно подъемная часть марша нашей лестницы. Подъемную часть я могу видеть с плана первого этажа. Вот она у меня располагается. Есть стрелочка обозначения вверх. Она отображается тонкими линиями. Все остальное, что мы с вами невидимы находятся за секущей нашей плоскостью, располагается выше, отображается пунктирными нашими линиями. В первую очередь, как у нас с вами производится построение нашего разреза? Мы с вами должны перейти во вкладку Вид. Во вкладке Вид есть функция построения разреза. Нажимаем на него. Разрез. Ставлю один раз левой клавиши мыши в одной области. Ставлю второе нажатие левой клавиши мыши во второй нашей области. В первую очередь, что мы с вами должны сделать с нашим разрезом? Ну, пока я его не скрываю, давайте настроим все основные элементы. И также еще поставлю дополнительное одно окно, чтобы произвести настройку нашего семейства. Якобы, что у меня, пускай в санузле в моем будет располагаться мое окно. Но по плану его у меня не было, я его сюда добавляю, чтобы можно было с вами настроить. После добавления нашего разреза у нас с вами появляется вот такая пунктирная линия синяя, которая показывает контур отображения в плоскости. То есть, что у нас будет видно при открытии того же самого разреза. Сам разрез у нас с вами уже появился в диспетчере проектов. Разрезы. И номер вида по умолчанию это сечение 0. Пока я этого не затрагиваю. Что я должен перепроверить? В первую очередь, подсвечиваю свой разрез, нажав по нему один раз левой клавишей мыши. Я смотрю, куда у меня смотрит, во-первых, стрелочка. Но можно было это сделать и без подсвета. И вспоминаю то, что у меня должен разрез проходить по подъемной части марша моей лестницы. И смотреть по направлению на вторую марш. Хоть у меня лестница забежна, она считается двухмаршевой. Итак, как изменить наш разрез? Да, предельно просто. Мы с вами нажимаем на две стрелочки обратить наш вид. И направление будет меняться. То есть разрез у нас будет с вами смотреть в другую сторону. На данный момент я, зацепившись за маркер левой клавиши мыши, доведу отображение разреза таким образом, чтобы она у меня корректно отображалась. Было не слишком далеко от нашего объекта. Что я проделаю далее? Мне необходимо скрыть отображение моего разреза на моих фасадах. Напоминаю, что фасад у меня настроен только один, поэтому не ругайтесь, не пугайтесь. Я настраивал, насколько помню, южный фасад, и то здесь не все высотные отметки у меня есть. На южном я не вижу отображения разреза, на северном тоже. На западном и на восточном увижу вот это отображение моего разреза. Мне необходимо его скрыть. Как это производится? Заходим во вкладку «Вид», «Видимости графика». Переходим во вторую вкладку «Категории аннотации в видимости графики». И меня интересуют разрезы. Разрезы. Убираю галочку для отображения. Окей, разрез у нас ушел. Его здесь нельзя скрывать через лампочку. На западном проделаем то же самое. «Видимости графика», «Категории аннотации», «Разрезы». Разрезы. Окей. Таким образом мы с вами провели все необходимые элементы. Скрыли их отображение. Теперь что мы с вами делаем? Мы с вами переходим в диспетчере проектов на наше сечение 0. В сечении 0 я, во-первых, вижу границу области подрезки, пока ее не затрагиваю. Давайте скроем ненужные нам элементы. В данном случае у меня ненужным элементом будет являться основание моего объекта. Через лампочку «Скрыть элемент». И больше никаких элементов антуража и озеленения у меня не видно. Проверяю, чтобы у меня всегда был высокий уровень детализации. Визуальный стиль, скрытая линия. Все остальное мне пока не нужно. Что мы теперь с вами проделываем? У тех, у кого вид на разрезе не обрезан, у нас, вспоминаю, внизу есть рядышком с очками отображение скрытия подрезки и обрезать вообще вид или нет. Не путайте, никаким другим образом у нас с вами они будут, ну, не скрываются. Дальше что я произвожу? Перехожу во вкладку «Видимости графика», «Категория нотаций», убираю галочку с отображения уровней. На разрезе уровни мне не нужны. Если у вас на разрез попадают какие-либо элементы антуража вашего озеленения благоустройства, они должны быть у нас скрыты. На данный момент их у меня просто нету, поэтому я здесь ничего не делаю. Иду дальше. К настройкам наших толщин линия, потом буду настраивать все необходимые штриховки. Ну и также буду настраивать наши оси. Итак, все элементы, которые режутся у меня, должны быть отображены толстыми линиями, поэтому они должны настраиваться аналогичным образом с фасадами. Только в случае фасадов, если мы с вами настраивали линии для проекции поверхности, в данном случае мы будем настраивать линии для разреза. Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо сделать. Перехожу во вкладку «Видимости графика», вкладка «Вид». Нахожу, ну во-первых, можно сразу же по умолчанию, давайте немножко назад откачусь, чтобы никаких проблем точно не возникло, вкладка «Вид видимости графика» уберу галочку с антуражей и уберу галочку с озеленением. Точно так же, как и проделали мы с вами на фасадах. Скорее всего у вас какие-то деревья там есть. Теперь будем настраивать толщины линий. Итак, «Видимость и графика». «Видимость и графика». Нахожу стены. Стены. Стены мне нужно, чтобы у меня неразрезаемые элементы наших стен отображались тонкими линиями, а разрезаемые толстыми. Тонкие линии у нас на разрезе будут для всех неразрезающихся наших элементов. Итак, «Стены». Переопределить видимости графику «Линия, проекция, поверхность» марка 2. Сечение. Линия наша. Это у нас то, что касается нашего разреза, вот эта линия сечения. Ставлю марку пятую. Она должна отображаться у нас толстыми нашими линиями. Дальше что я делаю? Нахожу перекрытие. Перекрытие. В данном случае проекция поверхности нашего перекрытия, неразрезаемой части, тоже марка 2. А что это будет за линия? Эта линия у нас с вами будут проемы перекрытия под нашу лестницу. Мы с вами увидим наше перекрытие. Для сечения также марка пятая. Дальше что мы с вами делаем? Крыши. Для проекции поверхности марка 2. Для сечения марка пятая. Дальше что мы с вами делаем? Лестница. Нахожу лестницы. Марка 2 для поверхности, для неразрезаемой части и для разрезаемой марка пятая. Дальше что я делаю? Настраиваю толщину наших окон и дверей. Нахожу окна. Зажимаю левой клавишей мыши все элементы заполнения нашего окна. Само окно я не трогаю. Оно осталось без выделения. Так же как и в случае с фасадом я нажимаю на один раз левой клавишей мыши по объекту, который мне необходимо выделить. Зажимаю shift и нажимаю на вторую область. То есть как я это сделал? Нажал shift, нажал левой клавишей мыши. Точно так же переопределяю, но в данном случае все элементы наших окон и дверей всегда отображаются тонкими линиями, вне зависимости от того, что проходит по ним разрез или нет. Дверь. Проделываю то же самое. Дверь. Раскрываю древо. Выделяю все элементы заполнения чисто нашей двери. Марка 2. Марка 2. Дальше. Ограждение. Ограждение. Если мало ли оно у вас попало, то же самое. Ограждение. Марка 2. Марка 2. Наш декор. Элементы антуража. А в данном случае мы с вами создавали русты карнизы наличники через обобщенные модели. Проделываю то же самое. Марка 2. Независимо от того, что режутся они или нет, они будут отображаться тонкими линиями. Что вы должны знать? Если у вас разрез пройдет по нашему остеклению, то там нужно настраивать линии для импостов. Импост, который располагался в горизонтальной плоскости, через которую прошел наш разрез, он должен отображаться толстыми линиями, так как это основной каркас для нашего окна. Я постараюсь привести пример. Все остальные элементы заполнения нашего остекления остаются отображаться тонкими линиями. Чтобы он не смешался с отображением поверхности, потому что импосты могут быть и предельно тонкими, можно поставить ему толщину линии не 0,5, а 0,35. Разницы особой никакой в проекции вы не увидите, но зато у вас смешиваться не будет. 0,35, то есть для нашего импоста. Я его вынесу. Идем дальше. Нажимаю ОК. Для тех, у кого не отображается толщина линий на наших объектах, это на фасадах, у меня несколько вопросов по этому поводу поступило. Напоминаю, что во вкладке ВИП я говорил, что есть отображение, активация, дезактивация тонких наших линий. Итак, что я делаю дальше? Я исправляю всяческие возможные косяки по моему проекту. А конкретно, отображение наших перекрытий и отображение разделения наших материалов. Начну с нашего перекрытия. Перехожу во вкладку Вид видимости графика, нахожу перекрытие. Перекрытие. Раскрываю древо. Меня интересует функция Общие ребра. Ставлю значение для сечения. Марка 5. Смотрю в итоге, что у меня произошло. У меня перекрытие стало все толстыми линиями. Дальше, что я делаю? Нахожу двери. Ой, двери. Стены. Нахожу стены. Раскрываю тоже древо. Общие ребра наших стен. Переопределить для сечения. Ставлю марку 5. Все элементы и материалы, если они разделяются между собой, тоже отображаются толстыми линиями. Даже если там у вас будет воздух и вент зазор, все равно их нужно проводить разделение и грани толстыми линиями. А настройка это Общие ребра. Дальше, что я делаю? Убираю вот такие косяки соединения наших стен. Убираются они достаточно просто. Либо подсветить любой элемент, либо перейти во вкладку Изменить. И нас интересует соединение элементов геометрии. Нажимая на верхнюю стоящую стенку, нажимая на ниже стоящую стенку. У меня ушла линия разделения наших стен. В данном случае ее просто нет. Что я делаю далее? Мне сейчас необходимо с вами настроить. Если у стен есть сразу же памятка небольшая, небольшой вент зазор, и вы там используете линию 0,5, сейчас вернусь назад, вкладка Вид, видимости графика, стены, стены. Общие ребра для наших стен, если там есть маленький какой-нибудь вент зазор, тоненький имеется в виду, вы поставили линию толщины 0,5, в итоге образовалась одна гигантская толстая линия. Чтобы избежать каких-либо ошибок для выполнения, можно поставить другую марку, не пятую, а четвертую, либо третью, чтобы все-таки разделение наших материалов было читаемым. Теперь что я проделаю? Добавлю в свой проект диспетчере. На плане первого этажа вернусь. На плане первого этажа скопирую любое окно. Придираться я к размерам сейчас не буду нашего окна. Просто его поставлю, чтобы у меня разрез прошел по нашему окну. Чтобы показать, как настраиваются элементы, в данном случае окон. Двери будут настраиваться аналогичным образом. Смещу эту дверь назад, чтобы разрез прошел тоже по двери. Чтобы мы с вами проделали сейчас настройку и для двери, и для нашего окна. Вот у меня окно, вот у меня дверь. Давайте начнем постепенно редактирование. Подсвечу мое семейство. Нажму сверху. Это в данном случае с окном. Нажму редактировать семейство. Мы с вами перешли в редактор семейства. Для данного окна что нам с вами необходимо? В первую очередь проверить отображение. Ну, сначала найдем необходимый наш фасад. В диспетчере проектов мы с вами раскрываем древо с фасадами. И находим отображение нашего окна так, чтобы мы смотрели на него перпендикулярно по факту вот. С нашего торца, ну, либо с ребра нашего окна. Что я делаю теперь? Проверяю отображение визуального стиля нашего, чтобы он у нас выполнялся в каркасе. По умолчанию, в зависимости от настроек семейства, может быть здесь и скрытая линия, и тонированные. Проверяйте, чтобы у вас располагался каркас. И высокий уровень детализации на данный момент. Что я проделываю теперь? Перехожу во вкладку «Вид», «Видимости графика». В вкладке «Категория аннотации» уберу галочку с показания категории нашего аннотации на данном виде. И таким образом я убрал все ненужные мне элементы. Что я проделываю теперь? Теперь выделяю все элементы нашего окна выделением слева верхнего угла в правый нижний, зажимая левую клавишу мыши, потому что если я выделю с правого нижнего в левую верхнюю, у меня выделяются все элементы, которые хотя бы покасательные попадают в область выделения. Зажимаю, тяну слева вправо, то есть с левого верхнего угла, вправо в нижний. Через фильтр уберу галочку «Выреза под проем». Мне он пока не нужен. Дальше. Ничего никуда дополнительно не нажимаю, а я отфильтровал все необходимые мне элементы в панели «Свойств переопределить видимость и графику». Убираю галочку с отображения спереди-сзади. Убираю галочку с отображения спереди-сзади. Ок. Что я проделаю далее? Мне необходимо замоделировать мою линию. Я перехожу во вкладку «Управление стиле объектов». Создаю под категорию для нашего элемента, в категории окна нашего, она будет располагаться, линия у меня 0.18. И задаю вес проекции данной линии и для проекции, и для сечения «Марка 2». «Марка 2». Ок. Что я делаю теперь? Перехожу во вкладку «Создание», ой, прошу прощения, «Анотации», «Символическая линия». Под лентой у нас с вами появился выбор опорной плоскости. В данном случае я находился слева, он мне предлагает справа. Я могу выбрать ту же самую опорную плоскость слева. Под категорию выбираю линию 0.18 для нашего разреза. И моделирую необходимые линии показания нашего окна. В данном случае для разреза. В зависимости от отображения вашего семейства с окном, линии могут отличаться, потому что в данном случае я некорректно могу увидеть, где у нас окно наше заканчивается. Раз линия, два линия. По ГОСТу у нас отображение нашего оконного проема – это три тонкие линии. Третья пойдет по центру. Раз, два, три. Тонкая линия отображения нашего разреза. Что я делаю теперь? Загрузить, нажимаю в проект и закрыть. У меня предлагает возможность сохранения нашего семейства. Я могу сохранять, могу не сохранять. Если сохраню, у меня настройки данного семейства сразу же сохранятся. Я могу его не сохранять, но заменить в проекте существующую версию и значение. Посмотрим, все ли мы с вами скрыли сейчас. Окно у меня должно преобразоваться, если все пойдет хорошо. У меня еще остались не скрытые элементы нашего окна. Снова зайду в редактор нашего семейства. Перейду на фасад, с которым я уже работал, в данном случае слева. И смотрю, какие элементы у меня еще с вами не скрыты. В зависимости от семейств, может у нас с вами отображение всяческих элементов еще остаться. Мне нужно будет фиксировать, чтобы они у меня были невидимыми. В данном случае я снова произведу фильтр. Вырез, линию оставлю. Все остальные. Зайду переопределить видимости графика. Проверю, на каких уровнях они у меня отображаются. Если я скрою данные элементы для отображения, по итогу у меня все элементы могут пропасть с моего основного вида. Для трехмерных видов у меня спереди-сзади галочка убрана. Еще нужно убрать слева-справа. Сейчас проверим. Убираем галочку слева-справа. Загрузить проект. Данное семейство это не стандартное, насколько я помню, я использовал. Поэтому с окнами и дверьми нужно будет еще поработать. Еще у меня осталось отображение. Часть линий скрылась, часть все еще у меня осталась. Зайду в редактор семейства снова. И снова постараюсь найти те линии, которые все еще у меня отображаются. Возможно, мне придется их вручную находить. И скорее всего придется именно делать так. Переопределить видимость и графику. Да, у меня есть элементы, которые у меня не вскрылись для отображения. Поэтому я их вручную буду выделять. Использовать временное скрытие и изоляция. И нажимать все, что мне необходимо. В данном случае это каждый из них в отдельности. Переопределять, проверять, чтобы у меня галочка спереди-сзади отсутствовала. Вроде бы как все. Закрыть и загрузить в проект. Сейчас посмотрим. Нет, не все. Снова редактор семейства. И буду искать, какие линии у меня не отображаются. Перейду. Я редактировал справа. Слева я отредактирую справа. Управление. Анотация, точнее, видимость и графика. Категория аннотации. Уберу все ненужные линии. Выделю все, что мне необходимо. Тоже скрою. Оставлю без фильтра каркас мой. Здесь галочка убрана. Но опять же вручную перепроверяю. В клавише «Этап» нахожу элементы, которые могут быть скрыты один под другим располагаться. Переопределить. Здесь галочка убрана. Мне необходимо, чтобы элементы, которые у меня не должны отображаться, были выполнены серым фоном. И мне придется так поискать. Поэтапно скрываю ненужные мне элементы. Проверяю каждый из них в отдельности. Если я просто скрою элемент, он у меня может не отображаться на трехмерной нашей проекции. Поэтому мне придется немножко поперепроверять вручную все элементы. В зависимости от семейства, которое вы будете использовать, их может быть очень много по вашему объекту. И сейчас я постараюсь найти то, что у меня еще не скрыто. Все проверяю через переопределение видимости и графику. Так, с этой стороны я уже все проверил. Иду на фасад слева. Проверяю в данном случае здесь. Снова проверю параметры видимости. Слева, справа, спереди, сзади. Слева, справа. Я почему-то спереди, сзади убирал. А мне нужно слева, справа. Скрыть элемент. Теперь проверим загрузить проект. Итак, у нас окно отображается по густу. Проверю, чтобы на трехмерном виде она у меня все еще осталась нормально. Его проекция. Перематывать этот участок я не буду. Все равно, так или иначе, вы можете столкнуться с такой проблемой. Так, все заполнения окна у меня на месте. Окно у меня целое. На плане этажа окно у меня целое. На сечении у меня окно отображается нормально. Значит, я все сделал верно. Дальше, что мы с вами сделаем? Проделаем аналогичным образом то же самое с нашей дверью. Подсвечу любой дверной нашу, ну, любой нашу дверь. Редактирует семейство. В редакторе семейства с нашей дверью я снова найду необходимый мне фасад. Вот он. Снова, во-первых, сначала во вкладке вид видимости графика. В данном случае, чтобы мне не запутаться, я скрою только опорные плоскости. Здесь у меня нету никаких элементов, которые мне помешают отображению. Скрыл опорные плоскости. Выделяю элементы, так же, как и в случае с нашим окном. Фильтр. Вырез под проем. Убрал галочку. В свойствах. Убираю галочку слева-справа. Что я делаю дальше? Мне необходимо построить во вкладке управления, снова в стиле объектов, создать тоже линию 0.18. Здесь она у меня еще отсутствует. Для сечения ставлю марка 2. Проекцию уже трогать не буду. Ок. Что я делаю дальше? В аннотациях символическая линия мне необходимо выбрать опорную плоскость. И опять же откатываюсь к окну. Возможно, у вас не было выбора рабочей плоскости. В случае нашего окна, как ее задать, покажу на примере нашей двери. У меня здесь нет возможности выбора слева-справа. В данном случае она отображается слева. Чтобы корректно замоделировать этот элемент, я перейду на любой фасад. Мой, в данном случае сзади, мог и спереди перейти. Снова вкладка аннотации, символическая линия. Выбрать плоскость. Выбираю любую рабочую плоскость. В данном случае вот эта зеленая пунктирная линия является рабочей плоскостью. И у меня появляется окно отображения фасада, который я уже буду в дальнейшем редактировать. Я редактировал фасад слева и выбираю открыть будет фасад слева. В подкатегориях нашей двери выбираю линию 0,18 для разреза. Провожу линию по центру. И провожу линию по границе моей стены. 0,18. Раз. Закрыть и загрузить проект, не сохраняя это семейство, но заменяя существующую версию значения параметров. Я вижу то, что дверь у меня теперь тоже отображается по ГОСТу. Три линии. Следующее. Штриховки. На разрезе у нас с вами... Опять ограждение убежало. Сейчас я его отредактирую немножко. Награждение немножко отредактирую. Скоро, не нужны мне элементы. Скоро, не нужны мне элементы. Проект не может ее нормально разбить на основные опоры и прочие сегменты. Я мог ее сдвинуть, чтобы у меня она корректно отобразилась. Но в данном случае я ее просто разбил на дополнительные сегменты. Итак, возвращаясь на наш разрез. Штриховки. У меня с вами должно отображение быть штриховок только разрезаемых наших элементов. То есть, штриховки материалов. Штриховки поверхностей быть не должно. Поэтому мы с вами будем убирать всяческие штриховки. В данном случае мне нужно будет еще и штриховку дерева на поверхности убрать. Итак, перехожу во вкладку вид. Видимость и графика. Найду по порядку. Мы с вами, если у нас есть отображение штриховки нашей поверхности и крыши, то тоже убираем. В данном случае нахожу крыши. Древо можно было не раскрывать. Штриховка. Переопределить видимость и графику. Убираю галочку с видимых. Стены. Переопределить штриховка поверхности. Убираю галочку с видимых. Дальше. Если у вас есть штриховка на наших колоннах, то тоже вы убираете ее. Дальше что мы с вами делаем? Двери. Двери. Находим двери. И убираем штриховку поверхности наших дверей. Итак. Мы с вами убрали основные элементы для отображения. Со штриховкой топа поверхности будем с вами разбираться чуть-чуть попозднее. Итак. Теперь настраиваем наши крыши. А конкретно мне нужно убрать штриховки наших материалов у крыши. На разрезах они не отображаются. Поэтому мы штриховки материалов будем с вами убирать. А также не должны видеть разрезаемую часть наших материалов. Итак, вкладка вид, видимость и графика находим крыши. Крыши. Мне нужно убрать штриховку с сечения у наших крыш. А также, раскрою древо, уберу галочку с наших общих ребер. Общие ребра. Мне не нужно видеть никакие элементы на нашем отображении. Дальше, что мы с вами делаем. Если у вас крыша холодная, чердачная, мы ее оставляем так, как она есть. Если у вас крыша теплая мансардная, мне нужно произвести изоляцию для наших элементов. Штриховка изоляции. Это унифицированное отображение тех же самых материалов. Я перехожу во вкладку аннотации. Изоляция. Ширину в данном случае вы будете подбирать собственноручно. Я попробую подобрать наугад 250. И я попал точно в какую мне нужно. Закрываем отображением изоляции. Наши крыши в данном случае теплые. Крыша над гаражом у меня была сделана тоже теплой. Небольшая ошибка. Но так как я ее уже по умолчанию по материалу использовал как теплую крышу, я для нее тоже замоделировал ту же самую изоляцию. Что нам необходимо сделать дальше? Настроить все необходимые элементы для показания нашей изоляции. Итак, проверяем. Ширину вы настраиваете собственноручно. Отношение выпуклости нашей 3 мм. Оставляем так, как она есть. У меня в данном случае 3. Можно было сделать и немножко пошире. Дальше правой кнопкой мыши по нашей изоляции. Переопределить видимость и графику для категории данного элемента. И ставим вес линии марки 2 для всей категории. Чтобы они у нас немножко утолщились. Что я проделаю далее? Оси и название чертежа. Но само название чертежа я мог скопировать с фасадов. Давайте сначала разберемся с осями. На разрезе у нас с вами отображаются только те оси, которые остаются для разрезаемых основных несущих стен. И внутренних, и внешних. В данном случае у меня стена несущей была, но она у меня располагается далее. И ось 2 формально мне даже не нужна. Через нее не проходит наш разрез. По этой стенке разрез прошел, ось остается. Я вижу ее, она отображается толстыми линиями. Ось 4 мне нужна, ось 1 мне нужна. Проделаем то же самое, что мы с вами делали с фасадами. Отображение кружочков наших ставлю снизу. Сверху убираю отображение кружков на наших осях. И что я делаю так же, как и в случае с нашими фасадами. Подсвечиваю необходимую ось. Нажимаю с 3D, перевожу в 2D и опускаю ту же самую ось. Снова подсвечиваю. Обязательно не забывайте нажимать перевод из трехмерного вида в двухмерный. Иначе, если вы проделаете ее без нажатия перевода, у вас оси просто пропадут с отображения наших планов. В данном случае пропали бы с плана второго этажа. Дальше. Размеры. Ставлю параллельный размер. Между каждой осью, которая отображается на разрезе, и между крайними нашими осями. Название нашего чертежа. Анотации. Текст. У нас уже был создан секпюр 5 мм. Как у нас обозначается наш разрез? По ГОСТу. Он имеет унифицированное название. Разрез. Разрез. 1.1. Если бы у вас был второй разрез, он назывался разрез 2.2. Если бы третий, четвертый, аналогичный. Разрез 3.3, 4.4 и прочее. Давайте поставим размеры теперь внутри наших основных помещений. Здесь у меня дверь еще не настроена. Давайте ее быстренько отрегать. Наредактируем. Чтобы уже привести в итоговый нормальный вид. Вкладка вид видимости графика. Убираю все, что мне не нужно. Выделяю фильтр. Убираю с выреза. В данном случае дверь сложная, поэтому, скорее всего, мне придется немного над ней поработать. Фильтр. Элементы узлов. Уберу тоже галочку. Слева, справа галочку убираю. Ручки. Переопределить. Отображение их нормально. Ок. Теперь вкладка управления. Стиль объектов. Создаю линию. 0.18. Для сечения марка 2. Перехожу на фасад. Аннотации. Символическая линия. Выбираю опорную плоскость. Не на тот фасад перешел справа. Редактировал справа. Вид. Символическая линия. И замоделирую необходимые мне линии. Раз. Два. Три. Загружаю в проект. Надеюсь, что с этим сложным семейством у нас сразу же все скроется. И не нужно будет его переделать несколько раз, а то видео и так получится достаточно продолжительным. Так, все хорошо. Итак, аннотации параллельный размер. Ставлю основные размеры по нашему объекту. Высоту дверного проема. Если у вас на одном этаже несколько дверей одинаковой высоты, достаточно одного отображения высоты дверного проема. Снизу тоже ставлю. Окно. Я ставлю отображение нашего элемента окна. с привязкой до нашего перекрытия. Мне нужно будет настроить выноску наших основных элементов. Сейчас мы это с вами сделаем. Давайте расставим сначала основные размеры. Размер, толщина плиты перекрытия. И до самой верхней точки находится она, перебирая клавиши и тап. Все основные элементы я вроде бы как образмерил. Давайте настроим выноску. Подсвечиваю наши размеры. Любой. Изменить тип. И что я сделаю теперь во вкладке графика. Пройду тип выноски. Ставлю линия. 1 мм. От начала. Иду вниз в текст. Отступ 0. Вверх, затем влево. И место положения текста выше. Соглашусь с выполнением данного действия. Теперь у меня нормально строится выноск основного нашего элемента. Напоминаю о том, что размеры не нужно оставлять в основном каркасе нашего объекта. Поэтому мы с вами их выносим. На архитектурные элементы они могут накладываться, но все остальное мы с вами не трогаем. Итак, идем дальше. Высотные отметки. Высотные отметки будем ставить всех основных элементов, которые у нас с вами идут под наш разрез. Высотная отметка. Она у нас уже настроена. Наша основная. В первую очередь я буду ставить высотные отметки внутри нашего объекта, если это возможно сделать. Если нет, мне нужно воспользоваться тем же самым вспомогательным построением, что и было с фасадов. Сначала сделать вспомогательную линию и потом выносить. Поставлю на данный момент одну высотную отметку. В данном случае наверху. Я вспомогательные линии для высотных отметок добавлять здесь не буду. Аналогично я все это рассказывал. На фасадах. Поэтому я думаю, что никаких проблем у нас с вами не возникнет. Теперь у нас с вами линия земли, а также штриховка поверхности нашей земли. На самом деле она должна была убираться у нас на фасадах. Но для тех, кто еще этого не сделал, давайте проведу вместе с вами. Я зайду в отображение материалов нашей штриховки. Немного не то сейчас делаю. Но проделаю это другим образом. Во вкладку управление, материалы, нахожу землю, земля, земля. И убираю штриховку нашей земли. Дальше что я сделаю. Толщина линии земли у нас уже с вами была настроена на наших фасадах. Теперь что я проведу. Мы с вами воспользуемся линией детализации. Аннотация. Линия детализации. Сохранить проект пока я не буду. И толщиной 0,18 запроектируем линии наклонные под углом 45 градусов. 800 миллиметров между собой. И дальше уже их буду ставить смещением просто обычным. А смещение мне не получится. Скопирую. Скопирую с одинаковым шагом между собой. Пускай будет 300 миллиметров. На 300 миллиметров скопирую. И разнесу по нашим фасадам. Угол наклона всегда остается один по фасадам, по разрезу. Шаг у нее должен быть одинаковый. Но здесь проблемы, я думаю, что у вас не возникнет. Стараемся выполнять так, чтобы она визуально была с одинаковым шагом между собой. И с другой стороны проделаю то же самое. Вот таким вот образом. Следующее. Флаг нашей крыши. Самое интересное и самое сложное. Давайте приступим. Во вкладку аннотации мы с вами перейдем. Нас интересует обозначение. Обозначение. Это обозначение основного флага нашей крыши. Проверяем то, что это марка для нескольких материалов. Поставим его в пустом, в любом месте участка нашей поверхности. Выделим его. Нажмем редактировать семейство. Редактировать семейство. В редакторе семейства, что мы с вами делаем, подсвечиваем первый показатель редактировать семейство конструкции 1. В конструкциях 1 мы выделяем вот эту единичку нашу. Изменить тип. И проведем настройку. Во-первых, задний план прозрачный. Шрифт ИСЭКПИУР. ИСЭКПИУР. 3 мм. Курсив. Коэффициент ширины единицы. ОК. Закрыть и загрузить проект. Выбираем марка для нескольких материалов. Ставим галочку. Не сохраняем изменения в файле, но заменяем существующую версию и значение параметров. Что я делаю теперь? Аналогичным образом проделываю со всеми основными метками то количество строк, которое мне необходимо. А конкретно мне необходимо какое количество строк? Вспоминаю. У меня... Ну, лучше на самом деле закрыть проект и загрузить. Заменить существующую версию. И посмотрю, из чего у меня состоит крыша. И скольки материалов. Подсвечу мою крышу. И посмотрю, сколько материалов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь строк у меня должно быть. Снова захожу в редактор. Восемь строк редактирую тем же самым методом. Редактирую семейство. Редактирую. Изменить тип. Прозрачный. И секпюр. И секпюр. Курсив. Единицы. Главное не запутаться всегда, в какой вы марку это загружаете. Я сейчас прервусь и настрою аналогичным образом все оставшиеся восемь строк, чтобы ваше время не занимать. Итак, я отредактировал восемь строк основных, которые мне необходимо по проекту закрыть и загрузить в проект. Не сохраняя данное семейство, заменяя существующую версию значения параметров. Дальше что я делаю? Накладываю на мою крышу. Дальше что? Номер линии это количество строк. В данном случае мне необходимо восемь. Восемь. Применить. Применить. И заполняем металлочерепицу. Металлочерепица. Прошу прощения, раскладка. И аналогичным образом подстраиваются все необходимые элементы. То есть вы заполняете их вручную. По тому материалу, который у вас использовался. Достаточно длинный у меня флаг крыши получился. Давайте отредактируем длину наших строк. Во-первых, длина строки. Пускай будет. В данном случае, скорее всего, 150 миллиметров мне потребуется. Ширина. Немножко пошире ее сделаем. Строка с металлочерепицей у меня расширилась. Строку 2. Давайте произведу опять же настройку. У меня там после металлочерепица, насколько я помню, была ветрозащитная пленка. Но давайте поставлю просто 2. 3. 4. Все меняется вручную. И аналогичным образом у вас заполняется. Если текстовая часть у вас смещена, нам необходимо ее будет отрегулировать. Ну, можно оставить ее и таким образом. Она будет у нас считаема. Ну, либо расширить, сделать пошире еще ширину наших основных ячеек. Либо зайти в редактор семейства. И сдвинуть, где они у меня располагаются. То есть, немножко ниже сместить. То же самое. Подсвечу. В данном случае удалю зависимость. Закрыть проект и загрузить. И посмотрю, что у меня произойдет. Двойка у меня сместилась. Аналогичным образом можно их всех сместить и настроить. Но лучше этим не пользоваться, потому что они могут у вас улететь вообще в различные стороны. Напоминаю, что я запомнил только один слой. Вам нужно все остальные 8. Если у вас 8 элементов. Есть также альтернативный способ создания того же самого флага нашей крыши. Когда... О, прошу прощения. Немного не то я удлинил. 95. У нас с вами удлиняется эта линия. Которую нам с вами не нужно трогать. Она остается такая, какая есть по умолчанию. Последнее, что мне с вами необходимо сделать, это... В первую очередь запроектирую толстую линию для нашей стрелочки. Аннотации. Линия толщины 0,5. Ставлю отображение нашей стрелочки. Выделяю флаг. Правой кнопкой мыши переопределить видимость и графику на виде для элемента. И вес поставить марки 2. Аналогичный метод есть при настройке того же самого флага крыши. Когда вы просто текстом будете отображать необходимые элементы. То есть вручную его расчертить. Длину также можно эту настроить. Вот предположим. То, что я сделал изначально неправильно. Пускай у меня не 95 будет, а 60 те же самые миллиметров. И смещаю его просто визуально вниз. Здесь стрелочка у меня разной длины получилась. Вот таким вот образом. Чтобы меня глаза не смущало, я скрою отображение границы моей подрезки. Таким образом у нас с вами настраивается разрез по нашему объекту. Все основные элементы у нас с вами уже вынесены и отображены. Еще что необходимо перепроверять, чтобы ступени нашей лестницы разрезались и на отображение их было толстыми линиями. У двери, как скрывается раскос открывания дверного проема, его необходимо скрыть. Я уже показывал в наших фасадах. Но я думаю, что ничего сложного в этом нет. Последнее, что я сделаю, в разрезах переименую разрез 1.1, чтобы он сразу же отображался у нас с вами по ГОСТу. Вроде бы как и все. Всем спасибо, что были тут. Знаете, что нужно делать. Скоро увидимся.